Как представляет себе классическую многоходовочку преступная верхушка России? Увидев лакомый кусочек бизнеса, пустил слюну до пола, отжал по беспределу и старательно делаешь вид, счёте руки ничего накралы. Или вот ещё один пример. Решил Солнцеликий, оттяпать территорию соседнего государства. Запустил туда зелёных тараканов с автоматами, влил миллиарды долларов в поддержку оккупационного режима, а потом отправил усы Пескова отдуваться и нести чушь по телевизору. При этом необходимо периодически выступать на различных мероприятиях и строить из себя полного идиота, утверждая, что российской армии отродясь не было в Крыму и на Донбассе. Десятки доказательств, касающиеся присутствия новейшего вооружения из РФ и взятые в плен российские солдаты, так это отпускники купили тяжёлые огнемётные системы залпового огня «Буратино» и поехали отдыхать на Донбасс. И все приличные страны тут же понимают, с таким порождением коронавируса лучше дел не иметь, а изоляция путинского преступного окружения – лучшее, что может сделать международное сообщество. Однако со временем оказывается, что подобные схемы работают в две стороны. И Путин в тандеме с бескрайней армией чиновников, которые, как отборные кровосиси, облепили Россию, вдруг обнаруживает, что международные партнёры прислали ему в подарок очередной пакет санкций. И не успел ты дать симметричный ответ, сев за руль трактора и раздавив ненавистный пармезан на новеньком мусорном полигоне, как апелляционный суд ГААГИ принимает постановление о выплате России 50 миллиардов долларов бывшим акционером ЮКОСа. А ведь Путину казалось, он так грамотно провернул свою многоходовочку, что злой и страшный серый волк в лице Михаила Ходорковского больше никогда не потревожит его сладкий сон, где он на дельтаплане летает с журавлями и якшается с друзьями-диктаторами. Однако реальность на поверку оказывается совсем иной, и международные инстанции намекают Солнце Ликому, что его время подходит к концу. А платить по счетам рано или поздно придётся. В конце 2019 года Россия была вынуждена выплатить 3 миллиарда долларов Украине согласно решению стокгольмского арбитража. Как бы громко не кричали прихвостни Путина о том, что соседи в эту зиму точно замёрзнут без газа и осознают, что свобода не стоит холодных батарей, реальность демонстрирует совсем иные правила игры. Спасибо нужно сказать эффективным менеджерам Владима Владимировича. Они так громко провернули очередную многоходовочку, что власти России не только были вынуждены заключить новое соглашение на выгодных Украине условиях, но и выплатить ей 3 миллиарда долларов. Очередная победа во славу Солнце Ликого, не так ли? И только в провластных коридорах Кремля остыли кресла под пятыми точками российского руководства, как 18 февраля Международное общество Залихватски подмигнуло Путину и прислала решение апелляционного суда Гааги по делу Юкоса. Говорит, мол, неправильно ты, моль, бутерброды кушаешь и бизнес отбираешь, поэтому заплати 50 миллиардов долларов бывшим акционерам Юкоса во главе с Ходорковским. И тут же становится ясно, очередная многоходовочка, начало которой положили ещё в 2003 году, подходит к своему успешному завершению. Правда, при этом расплачиваться почему-то приходится российским налогоплательщикам и пенсионерам, чьи накопления заморозили до 2021 года. Иными словами, куда ни глянь, одни успехи. Что же будет дальше с делом Юкоса? Разумеется, путинская власть будет до последнего оттягивать выплату десятков миллиардов долларов бывшим акционерам компании. Уже сейчас Россия заявила, что собирается обжаловать решение в Верховном суде Нидерландов. Эта информация появилась на сайте Минюста РФ. Вполне ожидаемая реакция от Кремля, который привык увиливать от ответственности любыми доступными методами, начиная от банального игнорирования вопросов и заканчивая откровенной ложью, замешанной на бредовых идеях пропаганды. На этом фоне особенно смешно выглядят заявления представителей Минюста, вдруг вспомнивших о Европейском суде по правам человека и окружном суде Гааги. Государство, привыкшее наплевательски относиться к международному праву и всячески игнорировать невыгодные ему решения, вдруг начало искать поддержки среди упомянутых инстанций. Очередное проявление циничной двуличности путинской власти. В конечном итоге России придется отвечать перед бывшими акционерами ЮКОСа и выплатить компенсации до последней копеечки. Произойдет ли это до свержения Путина или уже после – неизвестно. Однако неизбежная расплата за содеянное, включая принудительное банкротство ЮКОСа, аннексию Крыма, войны в Грузии, Сирии, на Донбассе и т.д., а также грабеж собственного народа и десятки тысяч других преступлений, рано или поздно настигнет каждого прихвостня путинского режима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok